Привет, бойцы! Меня зовут Антон. Сегодня я буду разбирать с вами сайдстепы, подводящие упражнения к ним. Наверное, многие видели, как Василий Ломаченко делился его любимыми упражнениями. Там были сайдстепы. Также я, допустим, не сильно часто их делаю. Больше люблю циркуль под левую руку, потому что у меня ноги более длинные в соотношении с своими противниками. Но это упражнение очень хорошее. Оно развивает координацию, добывает бою. Вы можете оказаться в неудобной для вас ситуации. В лево-сторонней стойке, в право-сторонней стойке. Ноги могут стоять непонятно как должны смочь найти выход из этой ситуации. И это упражнение Вам в этом поможет. Итак, начнем. И первое, последнее упражнение у нас будет. Мы просто становимся в учебную стойку. Становимся, руки поднимаем и начинаем делать развороты. В этот момент одна нога стоит так же, как и стояла. Она держит Вас, чтобы Вы не падали никуда. Вторая делает разворот. Вес тела никуда не переносится. Ни на переднюю, ни на заднюю ногу. Он на двух ногах так же остается. Разворачиваем таз, разворачиваем плечо. Раз, два. Раз, два. Делаем хороший угол, чтобы Ваша, ну, грубо говоря, практически 90 градусов было. Ноги Ваши стояли практически под 90 градусов. После этого, как Вы это сделали, делаем следующее упражнение. Представляем у себя две кнопочки рядом, на которые необходимо нажать. То есть, не дотронуться как-то непонятно там и все. А нужно нажать, да, сделать вот такое вот нажатие на нее. Мы становимся так же в учебную стойку. Ноги немного у нас согнуты. Мягенько, как амортизаторы. Руки держим под бородка. И делаем даже для начала, чтобы себя не парить, можно даже опустить руки. И делаем нажатие. Вот такие вот. Нажал. 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 Если посмотреть сбоку, моя вторая нога должна разворачиваться, становиться так, чтобы она смотрела как бы в мой носок, смотрел второй носок, либо даже правая нога, допустим, если делаю вот сюда, уходила дальше. А это нужно для того, чтобы если я делаю сай-степ, допустим, вот сюда, и мой противник будет здесь, либо здесь, выйдет такая ситуация, что ноги стоят на одной линии, да. Поэтому я заранее, чтобы такого не было, чтобы ноги не стояли на одной линии, и я не был неустойчив, я сразу заранее заношу ногу немножко дальше. То есть, если я стою, я делаю сай-степ, я не ставлю ногу вот сюда. Видите, я буду падать сразу на пятки. Я ставлю ногу вот сюда. Раз. Два. Понятно, да? И делаю вот такие движения. Нажимаю, и можно даже прям почувствовать, как вы это вот делаете. Вот у вас такое движение. Можно с опущенными руками опробовать. Специально поднимать плечо. Вверх. Подняли. 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 Нажали. 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 Корпус вы слишком вперед не заносите. Если вы будете стоять здесь, получается, ваши ноги смещаются, а голова, как стояла, так и стоит на месте. Это плохой степ, противник будет бить, и ему будет не важно, где ваши ноги находятся, важно, что голова осталась на месте, и он на нее попадет. Поэтому вы должны головой так же смещаться. И в этом случае так же не загружать слишком назад сильно ногу. Да, в бою может быть такое, что вам придется вообще уходить далеко, но сейчас мы ищем золотую середину. Мы просто делаем так, чтобы ваш вес переносился с левой ноги, допустим, на правую, потом с правой на левую, и при этом все, вы не заваливались сильно никуда, и голова не стояла на месте, и она уходила в сторону. После того, как вы поделали вот такие вот движения, вот такие вот нажимания, вы можете встать в стойку свою боевую. и по сути дела то же самое, у вас есть две точки, и вы просто делаете вот такие вот степы. Начинаете, допустим, так же точно можно либо рукой, да, поднимаете плечо и немножко уводите локоть туда, как будто хотите толкнуть противника. Вот он на вас идет, и вы его раз, локтем толкаете. То же самое в эту сторону. Раз, раз, раз. И важно не просто сделать движение, а именно, как мы и говорили, кнопка, на нее нужно нажать. То есть вы встали и вы оп, сделали, оп, сделали, оп, сделали. И вы стоите, пам, развернулись, пам, развернулись, пам, развернулись, пам, развернулись. Покрутились так, да, повертелись. Чувствуете, получается, все нормально, посмотрели в зеркало себя, медленно, в задание не спешить, все вроде, отлично. Дальше вы можете уже начинать смещаться, и здесь вам в помощь будет ваша инерция. То есть, когда мы стоим на месте и делаем стайстеп, вроде как неудобно, получается непонятно, вроде как задницу подставляю на самом деле нет, то есть мы здесь не разворачиваемся вот так, а мы заранее уходим назад то есть получается мы делаем такое движение стали и делаем раз, два еще раз шаг, шаг но как я говорил, уже нужна инерция пам, пам вы покрутились, подняли руки и начинаете имитировать удар после этого вы поотрабатывали левой рукой это скажем так немножко, по моему мнению чаще бывает, что вы будете со степ бить с левым боковым но нужно также для координации и правый, поэтому мы становимся и то же самое раз, два здесь проще, раз, два но здесь опять же нужна инерция если вы будете на месте просто делать ничего не получается раз, либо сразу раз, два покрутились неплохо получается вроде бы, чувствуете, да, идет и можно еще добавить как будто у вас два удара то есть вы не просто делаете сразу сразу, да, движение сюда, либо сюда а вы делаете два шага то есть у вас один удар один шаг 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 вот вас представляем вы бьете раз, два, да и вы их бьете выпустили руки раз, два раз, два раз, два покрутились попробовали получается перешли на вторую ногу вторую руку то же самое бьете левой ногой вернее рукой подводите левую ногу назад да раз 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 два раз, два раз, два раз, два ошибка какая случается когда вы слишком близко подводите ногу да получается вы стоите и делаете сразу вот так это все неправильно если вас в этом положении поймают ну будет тяжело устоять поэтому раз два и инерция инерция вот без инерции ничего не как бы получается плохо все получается погнали теперь раз так раз так один раз так стали пробили 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 то есть вот такие вот разные варианты почему я допустим и боковой да это я советую вам тоже начинать с бокового потому что когда вы будете делать сай-степ если вы берете удар снизу либо сбоку вам есть вернее снизу либо прямой у вас есть одна точка да то есть вы должны обязательно попасть куда-то именно в эту точку где будет голова противника это не сильно легко сделать потому что противник может смещаться плюс смещаетесь вы когда вы берете боковой не важно где голова противника находится важно чтобы она просто была в определенной плоскости вот здесь допустим когда я буду делать сай-степ я его зацеплю если он будет находиться здесь либо здесь его голова в этой плоскости я его попаду да и зацеплю его боковой удар легче наносить чем удар снизу и прямой в этом случае вернее легче попасть и когда у вас боковой чувствуете в парах на мешке получается можно добавить удар снизу да снизу удар тоже иногда заходит особенно если у вас противник ниже вас допустим да вы делаете сай-степ вы пам пробиваете удар снизу да вот боковой снизу и так же можно прямой ну прямой это скажем меньше скажем по проценту его бьют это уже чисто ваша специфика если у вас проходит оно пробивает если оно не проходит допустим я не вижу сильно для себя смысла бить его вот такие подводящие упражнения к сай-степу которые выполняю я и выполняют ребята которых я тренирую здесь самое главное научиться переносить вес да сноги на ногу никуда не чтобы вы никуда не падали чтобы вас никуда не несло чтобы уверенно остались на ногах и вообще это перенос веса и баланс ног и баланс веса на ногах очень важен в боксе хорошее очень упражнение советую его выполнять надеюсь да на видео вам понравилось поможет вам стать сильнее стать быстрее стать выносливее работать правильно ногами никуда не падать да с вами был Антон не забывайте подписаться на канал поставьте лайк если видео вам понравилось не забывайте поставить колокольчик для того чтобы не пропустить видео которое выходит на канале и до встречи в следующих видео пока я провоцирую до конца я тоже не спал Продолжение следует...